Здравствуйте, это программа темы дня, с вами Вера Таран. Изменение климата, наша сегодняшняя тема, давно было принято считать, что якобы наступает эпоха глобального потепления. Сейчас говорится совершенно противоположное, что как раз не потепление, а похолодание ждет нас в относительно ближайшее время. Почему это происходит, почему сейчас так много природных катаклизмов происходит по всему миру, мы об этом сегодня и поговорим. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радио, частоте 95,5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190, звоните, задавайте вопросы. Ну а я вам представляю наших сегодняшних гостей, наших экспертов. У нас в гостях Александр Сорокин, директор экологического центра ТВГУ, доцент кафедры физической географии и экологии, кандидат биологических наук. Добрый день. И Юлия Васильчук, наш уже постоянный спикер по таким вопросам, заместитель председателя общественной палаты Тверской области, заведующая кафедрой экологического права и правового обеспечения, профессиональной деятельности юридического факультета ТВГУ. Тоже мы рады вас приветствовать. Ну что же, мы уже задали тему «Климат меняется». Климат меняется, вот обсуждали мы с вами сейчас, когда готовились к эфиру, есть уже на YouTube, и те, кто в принципе занимается этой темой, можно отследить, есть такое видео, да, «Катаклизмы за неделю». На протяжении недлительного времени, скажем так, года, даже уже ни одного, проводятся некие такие исследования, и можно видеть, как, например, за одну неделю по всему миру, какие природные катаклизмы происходят. Их оказывается на самом деле очень много, и они порой, скажем так, противоречат уже сложившимся законам природы на той или иной территории, да, это ливни в пустынях, которых там не было десятки и даже, может быть, сто лет уже, и морозы тоже на тех территориях, где вообще обычно тепло и даже жарко. Вот, например, информация с 6 по 12 сентября. Вот что произошло, это даже краткие, буквально краткие выдержки. Ураган в Багамах, морозы в Аргентине до минус 10, наводнение в Мексике, ураган в США и землетрясение в Китае. Это только малая часть того, что вообще по миру происходит. Все-таки вы согласны с тем, что вот таких вот явных природных катаклизмов на самом деле стало гораздо больше, и они какие-то более заметные, что ли, стали? Как вообще считаете, кто готов? Ну, давайте я вот начну. Юлия Владимировна. Ну, безусловно, отрицать то, что климат меняется, это, ну, по меньшей мере, неразумно, скажем так. Потому что экологическая проблема на сегодняшний день относится к числу глобальных экологических проблем, которые признаны мировым сообществом. Мировое сообщество находится в стадии поиска тех решений, управленческих, экономических, там, другого характера, в том числе и правовых, для того, чтобы каким-то образом минимизировать те негативные последствия, которые на сегодняшний день мы наблюдаем во всех сферах. Принято говорить о некоторых формах проявления экологического кризиса, и вот изменение климата — это одна из них. Безусловно, существует несколько версий, объясняющих изменение климата. Согласно общепринятой версии, происходит глобальное потепление, то есть увеличение средней годовой температуры у поверхности Земли. Опять-таки, на уровне гипотез за последние десятилетия высказывались целый ряд суждений о том, почему это происходит. В числе версий назывались сверхзвуковые самолеты, авиация, извержение вулканов. Но официальной версией, которую присоединились, которую признали целый ряд государств, стало использование в быту, в производственной деятельности, в хозяйственной деятельности определенных веществ, которые называются фреоны. На земной поверхности они представляются относительно безопасными, но с попаданием в атмосферу на определенном количестве поверхности Земли, 20-25 километров, они разлагаются с образованием свободного хлорфтору углеводородов, которые разрушают молекулы озона. Поэтому одно из направлений мировой экологической политики стало ограничение выбросов так называющих озоноразрушающих веществ в атмосферный воздух. И вообще, впервые, начиная где-то с 90-х годов, заговорили о том, что озоновый слой в опасности. Была обнаружена озоновая дыра, соответственно, это место, где катастрофически, преимущественно в весенние месяцы, убывает доля концентрации озона. Ну и сразу стал вопрос, а какими последствиями это грозит для человечества, для отдельного взятого человека. И те цифры, которые были озвучены, они, конечно, поразили многих, потому что, например, увеличение даже на 1% площади озоновой дыры, по данным Всемирной организации здравоохранения, приводит к тому, что констатируют дополнительно заболевания десятков тысяч катаракт и глаз и рака кожи. Это, если мы говорим о таком индикаторе, как здоровье населения. Эта концепция является не единственной. Есть, например, концепции, которые поддерживают советские, преимущественно ученые, о глобальном похолодании. То есть она тоже обсуждается очень активно. Но, безусловно, вы можете там, да, любую из концепций быть ее сторонником, но вот то, с чего я начала, невозможно не видеть вот те глобальные изменения, которые имеют место быть. То есть, безусловно, климат становится все менее предсказуемым, и меняются климатические пояса. Например, очень интересно это объясняют, в том числе представители физико-математической школы, говоря об отклонении оси земной поверхности и о неком смещении климатических поясов, что во многом вот и объясняет те примеры, о которых вы говорите, что в тех местах, которые изначально характеризуются там высокой теплой стабильной температурой, вдруг выпадает снег. Или тропические, какие-то проявления, там тропические дожди в той территории, где ранее за сто лет этого не наблюдались. Пожалуйста, да, Александр Сергеевич, ваше мнение. Катастроф, ураганов, я думаю, не стало больше, но внимание людей и, соответственно, средств массовой информации, конечно, увеличилось и неоднократно увеличилось. То есть люди бьют тревогу и призывают всех, все человечество, изменить свое поведение, свое отношение к природе и свое потребительское, потребительскую ненасытность. Вот в этом смысл. Юлия Владимировна говорила про озон и фреоны. Мне следует добавить про углекислый газ, метан, то есть парниковые газы, и про парниковый эффект, который хорошо знаком огородникам. Парник, огурцы хорошо растут, потому что солнечные лучи проникают через пленку, а тепловые лучи обратно в атмосферу, в космос, не идут, задерживаются этой пленкой. Вот роль этой огородной пленки выполняют парниковые газы. И динамика такова, углекислого газа и метана в атмосфере становится больше. Не на много, проценты, а если это состава атмосферы, то доли процентов. И тем не менее, на протяжении последних, ну, примерно 100 лет, где-то полтора градуса температура прибавилась. И мы скажем, что на полтора градуса-то, да? Средняя годовая, имеется в виду. Да, средняя, в общем, температура атмосферы и земли, поверхности земной. Полтора, вроде бы, это ерунда. А с другой стороны, орнитологи, а я немного тоже орнитолог, с удивлением обнаружили, что в Тверской области появилась большая белая цапля. Это роде с неба, с юга. А с юга-запада к нам пришел, прилетел, вернее, и загнездился большой баклан. И мы все чаще их видим. Вот вам наглядные показатели того, что эти полтора градуса действительно... Сыграли уже какую-то роль. Да. Случились и сыграли роль. Прерву вас ненадолго. Сейчас идем не на большую рекламу, буквально на три минуты. Не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы говорим сегодня об изменении климата, о всяческих катастрофах, которые происходят природных. Напоминаю, наш телефон 3190, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своим мнением, задавайте вопросы нашим гостям. Ну вот Александр Сергеевич начал приводить пример. Кто к нам переселяется уже в связи с тем, что у нас все равно на градус изменилась температура, но уже есть результат. Вот в Московской области был обнаружен каракурт, да, этим летом. Это вот тоже показатель? Совершенно верно. А в Тверской области уже несколько лет тому назад появился звездчатый ткач-пилильщик. Такой насекомое, которые, ну личинки его, едят хвою сосны, чего, как говорится, отродясь у нас не было. И обнаружили в Максатихе, то есть в районе лесном, в Максатихинском, как они говорят, в сосновых лесах. Причем ближайшие до того известные места обитания этого насекомого где-то за 150-200 километров южнее располагаются. Так что не только цапли белые, красивые. И бакланы. Да, и бакланы. Так что, конечно, хотелось бы, чтобы это были бананы, кокосы, апельсиновый рай, да. Но потепление, оно, как и любой природный процесс, несет в себе не только хорошее, но и, увы, плохое имеет эта медаль две стороны. Вернемся к прониковому эффекту. Мы тут тоже говорили о том, что никто не отрицает прониковый эффект, но ставится под сомнение роль человека. Потому что только извержение вулкана и вот там столько углекислого газа выбрасывается, что это, как говорится, больше, чем все фабрики. Человек за всю историю надышал, да, и фабрики, и тем не менее, никак это особо не повлияло. Да, да. И вот эта роль человека, хотя она сейчас не определена, но я бы, не было бы этого проникового эффекта, я бы его придумал. Как ученый, я, конечно, говорю, ерунду полную. Но смысл его, тревога, нельзя так больше жить. Человек сжигает ископаемое топливо, которое накопилось в природе за сотни миллионов лет. А практически в геологическом масштабе, это мгновенно, огромные-огромные запасы. И вот сейчас они сжигаются, 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 сжигаются. То есть только 10% энергии сейчас вырабатывается на основе использования возобновляемых источников энергии. Хотя лет 300 назад 100% уголь не добывали, газ тем более, 100% все было возобновляемое. Солнышко, ветряные мельницы, какие-то полотены мололи, зерно на муку. А сейчас только 10% этих источников в целом по миру, по странам. А 90% энергии мы получаем, сжигая ископаемое топливо. А теперь мне всегда приходит на ум такой пример. Вот у вас семейный бюджет 100 тысяч в месяц. Неплохо, да? Но из этих 100 тысяч, 10 тысяч вы зарабатываете, а 90 тысяч вы проматываете наследство. В казино, например? Нет, наследство, которое... А, ну, неважно, потому что вам пришло извне, не в результате вашего труда. Не в результате труда, да. И вдобавок залезаете еще и в жизнь наших потомков. То есть, берете кредиты, загрязняя биосферу, которую потом придется потомкам очищать и лишая их, да, вот этих вот запасов, которые мы сейчас расправляем. То есть, человек сейчас, это, не знаю, такой... Женщик совершенно бездумно себя ведет и не думает о том, кто будет после него. Совершенно верно. Растрачивает и берет кредиты. Он уже закредитован, и просто-напросто так дальше жить нельзя. Хотя люди живут, но не все. Разные по-разному относятся. Вот про климатические соглашения Юлия Владимировна еще поговорит. Было Киотское, сейчас протокол, сейчас Парижский протокол. Зачем это? Чего ради? А это ради того, чтобы человек научился либо жить на бюджет семейный, на 10 тысяч в месяц, либо в 10 раз больше зарабатывать. Вот эти проценты, это, как критерий устойчивого развития, это проценты энергии, получаемой из возобновляемых источников. Вот я назвал цифру в целом где-то 10 процентов. В России, увы, это менее 1 процента. А, допустим, в Германии это уже треть. Причем, когда этот Киотский протокол еще подписывался, ну, в начале, еще раньше, в начале нашего века, нашего тысячелетия, Германия поставила перед собой задачу к 20-му году 20 процентов из возобновляемых источников, а к 50-му 50 процентов. Так вот, они обогнали, они уже сейчас, еще 20-й год не наступил, уже треть энергии из возобновляемых источников. И вот мощности, генерирующих энергию в Европе, вообще не вводят в строй тепловые электростанции, сжигающие ископаемое топливо уже несколько лет. Ну, вот у нас в этом, я соглашусь, как говорится, что вот, да, в европейских странах на Западе, конечно, к экологии совершенно другое уже внимание, отношение. Все видят вот эти вот плавающие острова мусора, гор пластика, да, и от чего страдают животные, которые выбрасываются тоже на берег. И, в общем, очень много движений, опять же, и зоозащиты, и экологических, и прочее, и совершенно другое отношение. У нас как-то вот, я не знаю, если что, если это меняется уже, вот Юлия Владимировна меня поправит, но создается впечатление, что у нас, мы считаемся, что у нас другие проблемы. В социальном плане мы еще отстаем, а то и же Германия очень здорово. И поэтому, как бы, нам сейчас не досуг, не до этого заниматься такими, как-то вот, и отношения, соответственно, такой же. Постоянно проектируются какие-то заводы, которые будут однозначно загрязнять среду. Это и цементный завод, который пытались построить под той же самой Старицей, но, слава богу, там жители отстояли. Но, тем не менее, все равно это продолжается. Вот, Юлия Владимировна, как у нас обстоят дела. Да, 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 я немножечко вот продолжение сперва того, что говорил Сергеевич, потом я на ваши вопросы отвечу. Ну, действительно, никто не отрицает потребительское отношение общества к природе. И до определенного периода природа, обладая уникальным свойством к самовосстановлению, она, конечно, справлялась с теми проявлениями человеческой деятельности, которые имело место быть. И, несмотря на существующие споры о роли и значении человека, даже вот и в разрушении озонового слоя и так далее, мы не можем отрицать, что, безусловно, хозяйственная деятельность явилась тем фактором, которое привело к нарушению определенного равновесия, так скажем, в системе общества природы. И обострились вот эти противоречия, перехожу уже к вашему вопросу, между экономикой и экологией. И, наверное, это неправильно противоставляет эти две важнейшие системы. Поэтому объединение, ну, как говорят, прежде чем решать проблему, эту проблему нужно признать. Поэтому, когда это к вашему тезису, что нужно было придумать парниковый эффект или еще что бы, для того, чтобы как-то стряхнуть вообще мировое сообщество и говорить, ребята, ну давайте мы остановимся, планета наша в опасности, давайте подумаем, какие способы с точки зрения правового регулирования, ограничения действия мы можем применить. Поэтому, не вникая даже в суть концепции, наверное, здесь мы не совсем обладаем в полной мере той информацией, чтобы рассуждать, что и действительно явилось причиной похолодания или потепления, уже то, что были приняты международные документы, и вообще даже в международном праве впервые появилась такая сфера, как охрана окружающей среды, говорит о признании этих проблем многими странами. Безусловно, читаешь многие интервью киноактеров, и ты видишь, что они ярые защитники окружающей среды. Эта тема становится очень популярной. Но вот здесь есть и одна опасность. То есть, когда мы все время говорим, экология, экология, депутаты идут на выборах, ой, давайте спасем нашу родную Тверь. Вот экологическое направление, оно становится модным. Может быть, это неплохо, но оно не должно быть просто популярным. Потому что в любом случае охранять природу – это глагол. И деятельность по охране природы, она предполагает, в том числе, личное участие. Можно начать совершенно с малого. И я бы еще чуть дальше зашла. Она вообще начинается с осознанием. Каждым человеком вообще существования такой проблемы, как экологическое. Потому что многие слои нашего общества, им где-то кажется, что они вот здесь. А зоновый слой очень далеко. И проблема глобального потепления их вообще никогда не коснется. Но это совершенно неправильный подход. Поэтому, конечно, у нас мы отмечаем небольшую заинтересованность на сегодняшний день и общественности в решении экологических проблем. Но нельзя говорить об обратном, что не происходит сдвигов в этой области. Есть и очень интересные создаются группы ВКонтакте. И есть интересные мероприятия, проводимые в городе, посвященные открытой лекции, посвященные рациональному потреблению. То есть эта тема действительно становится обсуждаемой среди преимущественно молодого населения. Наверное, это тоже неплохо, потому что люди с новым сознанием, возможно, немножко иначе будут относиться к существующим проблемам. А вот то, что вы говорите, и то, что я говорила о экологии и экономике, это отражает концепцию, которая на сегодняшний день является, кстати, официальной концепцией Российской Федерации устойчивого развития. И в основе этой концепции положено как раз необходимость сочетать экологические, экономические и социальные факторы. И индикаторами концепции устойчивого развития является экономический рост, и ВВП, уровень безработицы, доля сброса вредных веществ или выбросов в атмосферный воздух. То есть пока мы не приведем в некое соответствие именно вот эти три сферы, говорить о каких-то достигнутых результатах нам не придется. Потому что, безусловно, все экологические проблемы, проекты, они дорогостоящие. И важно не просто строить какое-то предприятие или отказаться от строительства предприятий. Я вот не поддерживаю эту идею, что давайте будем минимально снижать, потому что станет вопрос сразу обеспечения работы местного населения. Важно строить предприятия, которые будут минимально оказывать вред на окружающую среду. И такие технологии существуют, и даже есть целое направление в зарубежных странах, это зеленая экономика. У нас иногда идут каким путем? Вот эко-приставку сделали ко всему, к чему можно. Это точно. Эко-донт. Есть такое. Это пища. Эко-мобиль. Эко-йогурт. Но понимаете, эта приставка, вот на сегодняшний день, что касается продуктов питания, была признана, что не подтверждена ничем. Это не более, чем маркетинговый ход. Совершенно верно. Потому что специалисты в области продажи выяснили, что изначально словосочетание эко или био влияет на подсознание человека и заставляет ему сделать выбор в пользу того продукта, где написано. Полезного. Я говорю. А теперь посмотрите, что дает возможность использовать эту приставку в зарубежных странах. Это соблюдение экологического цикла на всех этапах. То есть, если там, ну, банально объясню, надеюсь, буду понятой телезрителями, для того, чтобы написать на шоколадке, молочном шоколаде, что он отвечает требованиям экологической безопасности, необходимо отследить, начиная с производителя. Производителем является животное в виде корова, что эта корова содержалась в экологически чистом районе, пила экологически чистую воду, питалась экологически чистой травой. И вот когда эта цепочка производителя будет обоснована, он имеет право на получение, производитель, экологического сертификата и использование этой приставки. Поэтому, безусловно, есть определенные мифы, есть где-то правда, есть ложь, есть, к сожалению, спекуляции, потому что тема экологии, вот как я сказала, она политически всегда модная и выигрышная. А когда говорят о потомках, ну, кто, какой разумный человек не пожелает лучших условий для своих детей. Поэтому вот этот лозунг, он тоже был использован очень удачно мировым сообществом. Давайте сохраним природу не для себя, но и для своих детей. И одним из принципов, Александр Сергеевич наверняка знает, является даже то, что женщины играют особую роль в деле охраны природы. Ну, с точки зрения того, что как носители некой идеологии, там, сохранения домашнего очага, дохранителя очага и так далее. Поэтому, конечно, важно быть грамотным человеком, разбираться в этих вопросах, возможно, не верить всему написанному и услышанному, но, безусловно, оставаться равнодушным, наверное, это было бы, ну, просто преступным со стороны вот современного сообщества к этим проблемам, и игнорировать их существование. Хорошо. Вот возвращаемся к вопросу об изменении климата. Да, вот если, например, вспомнить климат, который был 50-80 лет назад, и даже, чего далеко ходить, 30 лет назад, примерно 35, вспоминая, что зима была зимой. На самом деле это были морозы, это был пушистый снег. И, в общем, вот она достаточно была стабильна, без каких-то резких отклонений. Сейчас ждешь на Новый год снег, это не факт, что это вообще случится, потом снег выпадает, и, в общем, все это очень как-то... Зимы стали очень мягкие, теплые чаще всего. Лето, вот если говорить, да, о теории глобального похолодания и потепления, наоборот, все жалуются, что лето нет. Холодно, никто не купается, по крайней мере, большинство, потому что не успевает разогреться ни вода, ни земля из-за вот этого вот холода. В общем, все-таки сейчас даже говорят о наступлении некоего малого ледникового периода, который в свое время случился во времена Бориса Годунова, когда царствование замерзла Москва-река, и там катались, и в то же время в Европе было. На самом деле это ли нас ждет? То есть все-таки что у нас наступает? Потепление или похолодание? Вопрос спорный. Да, пришлось лекцию слушать, хороший специалист, сейчас просто не помню его фамилию и имя отчество, который нарисовал вот такую вот синусоиду, такую вот пилу. Немного-немного она поднимается, то есть температура поднимается, но не ровно поднимается, а то холоднее, то теплее, то холоднее, то теплее, то холоднее. И вот сейчас мы находимся на потеплении, общей тенденции, но на этой кривой у нас временное похолодание. Вот так он вышел из этой ситуации, ответил на вопрос. Угодил всем. Есть, да, есть, похолодание. А вот сейчас, да, похолодание. Мне кажется, у нас климат какой-то он стал вообще непонятный. Он какой-то усредненный стал. Он стал, во-первых, непредсказуемым, безусловно, и с большей частотой изменения каких-то погодных катаклизмов, которые вы сказали. Это, безусловно, отмечают все метеорологи, которые занимаются этой проблемой. А также садоводы, огородники. Я по себе и по своим опытам огородническим замечаю, что и весенних возвратов холодов, заморозков, и осенних, ранних заморозков стало меньше гораздо. И вот этот вегетационный период для выращивания огородной продукции, он увеличился, заметно увеличился. И это, да, вроде быть, ему надо радоваться. А это основание не только для радости, но и для тревоги. Мы сжигаем ископаемое топливо. Мы загрязняем атмосферу углекислым газом. И мы виноваты перед своими согражданами. И вот концепция устойчивого развития – это концепция, которая на первое место ставит интересы не только ныне живущих людей, но и будущих поколений, которые не являются даже в самой демократической стране, электоратами, избирателями, они еще, как говорится, для будущих. Они сейчас все в интернете, скажем так, и мне кажется, они настолько вообще далеки о том, что им придется решать эти проблемы, на самом деле, что как-то даже вот тревожно за это. Вот рассуждая про теорию опять похолодания и потепления, да, вот разные абсолютно, и доказательства тому, скажем так, если говорить о всеобщем потеплении, как объяснить рекордно низкие температуры, особенно на тех территориях, на которых раньше не было. Вот даже в этом году в Канаде пролились вообще просто какие-то ледяные дожди, и были видео и фотографии, где замерзшие просто во время движения лисы стояли вот в этом панцире из-за льда. И в то же время, почему тогда тают льды Северного полюса? Вот почему вот тает Антарктида, да? Ну вот одна из версий – это как раз вот смещение климатических поясов, то есть изменения вот происходят, понимаете? Поэтому те участки, которые изначально были, ну, так сказать, участки суши, я имею в виду, стабильно относились к тропиках, они переходят в субтропики и так далее. То есть, ну вот математики, они это объясняют, понимаете, вот как копирку положить, а потом немножечко сдвинуть. И на сайте Росгидромета есть карта изменения, то есть насколько будет меняться. Вместе с тем, иногда, бывая в каких-то приятных странах на отдыхе, ты слышишь информацию о том, что там, я не знаю, на острове Кипр 300 дней, и все последние и 100, и 200 лет 300 солнечных дней, и погода никоим образом критически не меняется, если, не дай бог, там не цунами, ураган или какие-то явления, которым тоже, по мнению ученых, прикладывает руку человек, связанный с каким-то ранее там, в том числе, проводимых в Мировом океане испытанием того же ядерного оружия, с другими какими-то процессами. То есть то, что человек вмешивается в природу, однозначно степень этого вмешательства, она в том числе обусловлена и увеличением численности населения, и народонаселения. То есть почему идет потепление? Вот даже в центре города у вас будет теплее, чем вы выйдете на окраину, ну потому что работают предприятия, да, само по себе, у вас теплосети происходят по земле, то есть в любом случае замеры показывают о том, что температура становится выше, потому что за счет использования, да, в хозяйственной деятельности предприятия, объектов, которые так или иначе нагревают воздух, землю и так далее. Ну и, безусловно, никто не отменял отдельные виды деятельности. Например, помимо сжигания топлива, СО2 — это результат некоторых видов растеневодческой деятельности, производства риса, например, животноводческая деятельность. То есть, с одной стороны, это важнейший вид экономического развития страны отдельно взятых из регионов, а с другой стороны, это фактор негативного воздействия на окружающую среду. Любой животноводческий комплекс с точки зрения экологии представляет потенциальную, и не только потенциальную, реальную экологическую опасность. У нас даже в общественной палате достаточно много обращений, относительно там, начиная с запаха и загрязнения, сброса отходов животноводческих комплексов, водные объекты и так далее. Поэтому пока мы не научим любыми способами, на мой взгляд, тех же предпринимателей, хозяйствующих субъектов, при всем уважении того, что они делают для экономического развития региона, соблюдать элементарные требования экологической безопасности, говорить о том, что мы начали решать экологические проблемы, ну, я думаю, было бы преждевременным. Поэтому, безусловно, стою на своем. Экологическое образование, воспитание, освещение — это наше все. То есть пока мы через какое-то формирование нового экологического мышления не придем к этому, я не знаю, сколько для этого требуется времени. Например, я считала, что в течение порядка 30 лет проводились мероприятия в Германии для того, чтобы жители приучили раздельно сортировать. Это не было одно мероприятие в год, где показали какой-то мультик, развлекательные рекламы, сказали, вот, это мероприятие на уровне государственных, муниципальных программ, когда ежедневно через сознание людей вот эта вот идея каким-то образом насаждалась, даже можно так сказать, сверху. Поэтому, безусловно, необходимо интересоваться, и очень хорошо, что такие программы существуют, когда вы поднимаете такую тему, потому что, к сожалению, опять-таки, может быть, повторюсь, многие, многая часть нашего населения думает о том, что это проблема. Вот его лично, но точно уж никак не касается. Ой, это многие так считают, абсолютно недалеки. И тем не менее, сейчас тоже все больше говорят, в связи с вот этими погодными явлениями, да, аномальными очень часто, не ждет ли нас какой-то природный катаклизм, который вот с ног на голову все перевернет, да, например, как это было в фильмах художественных. В 65 миллионов лет назад. В том числе. Да, очень много, кстати, снято по этому поводу фильмов. Я думаю, что они имеют... Послезавтра такой известный фильм. Вот как раз про него и подумала. Или вот, например, когда вот вымерли динозавры, это просто вот просто снесло все, и все началось, как говорится, практически по-новой. Ждет ли нас что-то, либо это настолько непредсказуемое явление, что... И чем это будет вызвано, если вдруг, то есть, если есть вероятность, опять же, нашим вот этим вот таким вот наплевательским отношением, да, к природе, либо просто это, на самом деле, какие-то природные механизмы, которые... Неподвластны человеку. Что вот скажете. И то, и другое. Да, я то хотела сказать согласность. То есть сочетание того и другого фактора. И если природные механизмы нам мало подвластны, то наша личная жизнь, да, это то, что мы можем изменять по собственному желанию, усмотрению. Вот эти изменения климата, коли они обусловлены в какой-то степени антропогенным воздействием, пропорционально количеству потребляемого вещества, энергии, природных ресурсов в целом. И это один из таких ключиков, который может открыть этот замочек. Надо потреблять не столько, сколько можно съесть, да? А разумно. А разумно. Разумное потребление. Вот представьте себе, что один человек съедает одну котлету, а другой человек тысячу котлет. Невозможно себе представить, да? А если посчитать, сколько энергии, хотя бы электроэнергии, приходится на потребление человека, у которого там машины, виллы, самолеты и так далее, так он потребляет в тысячи, он тысячу котлет съедает за тысячи людей. И вот этот момент социальный тут тоже, вот, очень, на мой взгляд, важен. Каждый человек для себя эколог, конечно, кто желает себе плохого, да? И практически каждый человек придерживается концепции устойчивого развития. Он старается своим детям, потомкам оставить неразоренные какие-то, да, руинкой, а что-то такое, чтобы о нем вспоминали хорошо. Далеко не в сети. Нет, нет, я тоже не соглашусь. То есть, статистика экологических преступлений показывает, что есть и исключения из этого правила. А это все в своей семье, для своих детей, это за своим забором. Вот внутри забора. А что там дальше за забором, с другой стороны, это уже, к сожалению, да. Александр, все-таки стоит нам ждать какой-то катастрофы. Вот сейчас многие говорят о том, что, например, какие-то материки уйдут под воду, будут затоплены, включая Санкт-Петербург. Вот что вот это, от чего это может произойти, насколько это вероятно и в ближайшее время. Ну, такие прогнозы известны, да, они публикуются, страшилки экологические некоторые их называют. Многие из них имеют, конечно, серьезное научное обоснование. Да, потому что таяние ледников никто не отменял, эти факты зафиксированы. Естественно, где-то это происходит, увеличение объемов Мирового океана, и, соответственно, затопление отдельных островов прогнозируется очень серьезно. Но это насколько скоро это может случиться? Все-таки пока еще мы не доживем до этого. Меня лично ставите в не очень удобное положение. Мы за Творца, да, не можем. И предсказывать катастрофу, будущее, мы не можем. А с другой стороны, почему положение такое, и тревога должна витать в воздухе, обязательно. Иначе мы беспечно промотаем все, что имеем на этой планете время. Время, да. Я хочу о себе сказать, насколько я дошел в своем развитии до экологических правил императива. У меня на даче домик, есть водяная станция, электрообогреватель. Вода горячая, холодная. Так, все. Я ее отключаю. Поставил старинный колокольчик, умывальник, знаете, с пипочкой. Ну, понятно, старый добрый такой, удачный вариант. И, ну, ладно, утром помыться, туалет, и включаю станцию. Что-то надо там сделать на кухне в жене. Я там, ладно, включаю. А все остальное, 90% времени. У меня вот этот вот колокольчик, рядом ведро с водой. И я лично считаю, что я поступаю правильно. Хотя жена не очень. Не в восторге, скажем так. Не в восторге, да. Ну, вот смотрите, да, говоря про какие-то примеры катастроф, помимо заболения. Вот, например, в США на полном серьезе. Причем это идет от людей, которые там живут. Это и наши соотечественники, и сами американцы. Обсуждается то, что там существует некий разлом на территории, который может вот в любой момент просто обрушить всю вообще территорию США, но основную там ее. И что люди там уже готовятся вообще мигрировать, иммигрировать куда-то. Ну, я думаю, не стоит прям нагнетать обстановку. У нас народ очень панически иногда относится к какой-то такой информации. И начинается готовиться к концу света. И всем известны эти факты, когда начинают с детьми там уходить куда-то там. В леса. В леса, в землянки и так далее. Я думаю, да, к сожалению, ну, есть разные прогнозы развития. И в плане климата, и в плане там природы и так далее. Но то, что каждый человек может внести, пусть небольшую, но какую-то свою там лепту в дело охраны окружающей среды, я думаю, вот это должно стать девизом. С сегодняшнего дня. Да, нас постепенно приучают к экономии природных ресурсов. Понимаете, вообще вот мы разделили с точки зрения права, в том числе. Вот вода, вот воздух, вот животный мир. В природе все не так. В природе все существует как целостная экологическая система. Любое отклонение от какой-то нормы, да, в плане даже вот климата, оно приводит к совершенно плачевным последствиям. Это человек может, когда стало чуть холоднее, одеть там теплую одежду. А популяции животного, растительного мира, для них-то это процессы иногда необратимы. Они не могут так быстро приспосабливаться к изменяющимся климатическим условиям. Поэтому здесь мы не только о себе, любимом, должны думать, но и о братьях наших меньших. Ведь посмотрите, констатируют буквально каждый день. Каждый день произошел выброс такого-то огромного количества СО2, метана, других парниковых газов. Каждый день происходит сброс огромного количества пластика, загрязняющих веществ, точные воды. Каждый день исчезают некие представители животного, растительного мира. И здесь все во взаимосвязи. Поэтому, когда температура, например, поднимается в воде, некоторые виды рыб не могут существовать. И некоторые ученые, в том числе по Тверской области, называют это в качестве из причин, почему так рыба у нас... То есть ее запускают водные объекты, но количество ее не увеличивается. Почему? В том числе потому, что измененный состав, это уже совершенно не белая прозрачная жидкость, аж 2О в наших водоемах, а некая химическая смесь различного рода веществ, которая может быть даже пригодна для человека, потому что он поставит фильтр, очистит ее, и она станет более-менее приятной. А рыбы нет. И каких-то моллюсков и водных биоресурсов — это катастрофическая ситуация. Поэтому, наверное, проблемы изменения климата нельзя взять отдельно сами по себе. То есть они только в совокупности с точки зрения состояния других компонентов окружающей среды должны иметь значение. Поэтому какие-то явления, они могут способствовать, в том числе ухудшению вот этой климатической обстановки на нашей планете, быть фактором риска, который усугубляет и так непростую ситуацию. Ну вот у нас не так много времени остается до конца программы, да, вот не могу не спросить. Раньше наши предки, в принципе, да что говорить, еще и бабушки наши жили по определенным приметам, которые, допустим, регулировали там посевную какую-то деятельность, огороды, какие-то приметы по погоде. Сейчас это работает или уже не все? В связи с теми изменениями, о которых мы говорим сегодня. Жалко, что сегодня нет у нас здесь климатолога и метеоролога, которые говорят, что приметы-то стали сбивать людей с толку. Что-то оправдывается, что-то не оправдывается. Поэтому в приметах, на мой взгляд, главное – это обрести уверенность в будущем. Вот если на 14 марта на Евдокею курочка водички напьется, то есть будут лужи, хотя еще снег, то на Егоре 6 мая овечка травки наестся. И крестьяне думали, да, вот когда овечка сено уже смала, когда же травка появится. И я все равно всегда смотрю на 14 марта Евдокея, как там, есть лужи, курицы нет, правда, ну, можно догадаться, она бы, если была, она бы попила бы. Это значит на 6 мая уже пойдет трава, уже, ну, и пойдет огородная зелень. И мне это помогает. Ну, вы же знаете, приметы, это пока ты ее не знаешь, она, ты в нее не веришь и живешь спокойно. Как только поверил, увидел, ласточка низко полетела, все, есть новые приметы. Машину помыл к дождю, вообще работает безотказно. Приметы, да, это такая штука, которая рождается буквально в зависимости от наших реалий. Да, безусловно, они раньше имели какую-то основу, потому что обобщался какой-то жизненный опыт, уровень науки был несколько иным. Но сейчас, посмотрите, очень интересно, когда нам пишут в некоторых изданиях, какая будет завтра погода, нам добавляют. А вот самым холодным днем был там такой-то день, такого-то года. И я удивляюсь, как это, вроде стабильное лето идет, должно быть тепло. А самым холодным днем, вообще там плюс примерно 9 градусов, было лето 1915 года, условно говоря. Поэтому, безусловно, сейчас просто еще такой уровень информатизации, вот открытости, который позволяет все это более четко отслеживать, ну, я не знаю, обобщать вот эти вот всевозможные данные. Бесспорно, кажется, это играет свою роль, потому что вот сейчас вот доступно и можно во всем мире проследить, с чего мы и начали программу, и понять, что вот здесь было сегодня землетрясение, а там мы раньше жили и не знали. Конечно, да, что в соседней деревне не знали, не то, что уже там в другой заморской стране какой-то. Ну, вот все-таки вот в завершении у нас, скажем так, какая-то катастрофа все-таки была, не так далеко, когда погибли динозавры, а вот ближе к нам что-то природное произошло, есть вообще об этом какая-то информация. Потому что есть, естественно, мнение, что да, и было это чуть ли не в конце 19 века, а в начале 20-го, но как-то от нас это активно скрывается. Есть какие-то подтверждения, что что-то подобное происходило? Мне неведомы такие подтверждения. Уже пора завершать, да? Да, уже у нас чуть-чуть совсем времени. Я очень быстро хочу завершить тем, чтобы мы, уходя, выключали свет, пользовались общественным транспортом, воду, и не выбрасывали старые вещи, пока их еще можно использовать. И вот это, на мой взгляд, и будет нашим вкладом в то, чтобы отсрочить или избежать этой самой климатической катастрофы, о которой мы сегодня рассуждали. Хорошо, но я думаю, что как раз... Полностью согласна. Да, спасение утопающего, как говорится, в руках самого, поэтому каждый человек должен этой темой, мне кажется, интересоваться. Эта тема должна стать обсуждаемой, но не просто на уровне каких-то, вот еще раз повторю, пустых разговоров, а на уровне понимания важности соблюдения требований. Но иногда это действительно не очень просто. И вроде государство пытается через экономические методы, через установление счетчиков. Но в Англии везде приучили людей таким образом очень бережно относиться к водным ресурсам, к потребляемой энергии и так далее. Возьмем транспорт, да, у нас доля транспорта, вот в плане изменения климата на сегодняшний день, это тоже один очень весомых факторов. Потому что в каких-то центральных городах именно автотранспорт является источником загрязнения атмосферного воздуха. Если это источник загрязнения атмосферного воздуха, это как раз вот вам климатические вопросы, с которыми мы начали. Есть требования, которым должны соответствовать транспортные средства, да, евростандарты. Поэтому вот иногда даже следование законодательным каким-то нормам, недопущение, да, там, я не знаю, рубки лесов и так далее, То есть все в совокупности, безусловно, даст нам положительный эффект и позволит не только нам, но и будущим поколениям видеть родные просторы, оставаться живыми, здоровыми, что тоже неплохо, и говорить о том, как прекрасна природа нашей страны. Ну что ж, на этой положительной ноте мы заканчиваем нашу программу. Это была тема дня. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok